4 марта, накануне женского праздника в Харьковском городском реабилитационном центре «Промень» состоялся конкурс «Мисс Промень-2015». Такой замечательный подарок сделал воспитанником центра благотворительный фонд «Красота и милосердие». Фонд «Красота и милосердие», который возглавляет харьковчанка Анна Нагорная, добрый и верный друг реабилитационного центра «Промень». Дело в том, что фонд поддерживает нас и морально, и материально, оказывает благотворительную помощь нашей организации и помощь в виде пособия, всяких игровых материалов. В данном конкурсе практически вся техническая сторона организационная остается за фондом. Девочек наших украшают сегодня профессиональные визажисты, профессиональные парикмахеры, которых предоставил нам фонд «Красота и милосердие». Жюри, вся техническая сторона вопроса организована этим фондом. «С инициативой Анны Нагорной, которая возглавляет благотворитель фонд «Красота и милосердие» и при поддержке почетного консульства Турции в городе Харькове, мы решили провести этот замечательный вечер». Подготовка к конкурсу длилась почти месяц. В течение месяца с детьми проводились различные мероприятия с различными специалистами, с логопедами, с психологом обязательно, с воспитателем в группах. Ребята разучивали непосредственно стихи, песни, которые вы услышите в музыкальных паузах, разучивали также хореографическую постановку, которая в нашем конкурсе будет одним из конкурсов. На протяжении этого месяца все девочки, безусловно, очень волновались, потому что для них такой конкурс проводится впервой. Для них это очень значимо. Все они с нетерпением ждут, кто же из них станет мисс Промень. За каждой участницей был закреплен куратор – студентка Харьковского национального экономического университета. Они помогали девочкам готовиться к конкурсу и поддерживали их во время выступлений. «Кристина – девушка-загадка. Она немногословна и спокойна. Кристина много читает, слушает музыку и просто размышляет о жизни. Ее детская мечта – путешествовать. Она любит шум моря, с удовольствием наблюдает за природой. Она милая, красивая, дружелюбная и общительная девушка». Жюри имело возможность оценить картины, украшения и мягкие игрушки, сделанные руками участниц. А завершила конкурс хореографическая композиция, посвященная приходу весны. «Короны для Мисс Промин-2015» подарила Наталья Карпенко, автор конкурса красоты «Queen of the Season». Награждается безумно обаятельная девушка, которая покорила сегодня всех членов жюри. Это рыбалка Лилия. «Тот праздник, который нам сделали наши спонсоры, я даже считаю, что они не спонсоры, они наши друзья. Мы бесконечно рады. Это впервые у нас такое, я думаю, впервые такое даже в городе Харькове. Вот именно среди этой категории вот такой замечательный праздник. Спасибо всем большое-большое-большое». Все участницы конкурса получили подарки от благотворительного фонда «Красота и милосердие», а также от почетного консульства Турции в Украине. «Сегодня мы сделали невозможное, я считаю. На самом деле мы создали этот праздник, мы придумали его сами. И эти дети, воспитанники реабилитационного центра «Промень», эти девочки тоже красивые. Они такие, как и все. 8 марта – это праздник тоже для них оказывается. Я всем даю понять, что невозможное всегда возможно. Они счастливы сегодня, их сегодня поздравили, они красивые, мальчики за них болеют. У них тоже создаются семьи, у них рождаются здоровые дети. И мы должны стремиться для того, чтобы сделать их жизнь лучше, сделать их частью нашего общества, а не отстранять их и не убирать их, не обращать на них внимания, как будто бы их нет. Нет, они есть. Они есть в этой жизни, но им просто надо помогать. У кого-то нет этой возможности, а мы эту возможность им даем. Каждому человеку нужно давать шанс. И мы сегодня дали им этот шанс. Они за него схватились, они за него боролись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова